Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите недельный обзор рынка Форекс на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами я, Тахмина Соломова. В пятницу 7 октября основные фондовые индексы США снизились на фоне слабых данных по рынку труда страны. Индекс высокотехнологичной биржи NASDAQ упал до отметки 5292,41 пункта по итогам пятничной сессии. Недельное снижение индекса высоких технологий составило 0,4%. Индекс Dow Jones Industrial Leverage к закрытию рынка в пятницу снизился до уровня 18 240,49 пункта. По итогам недели индекс голубых фишек потерял также 0,4%. В то же время Standard & Poor's 500 опустился до значения 2153,74 пункта. За всю прошлую неделю индекс S&P 500 просел на 0,7%. При этом коммунально-энергетический сектор индекса потерял 3,8%. Количество рабочих мест в США вне сельского хозяйства увеличилось на 156 тысяч в сентябре. Данный показатель отстал от прогнозов, но, по мнению большинства аналитиков, он оказался недостаточно слабым, чтобы заставить ФРС отказаться от идей повысить процентные ставки до конца декабря. Акции американской промышленной корпорации Honeywell International по итогам торгов в пятницу подешевели на 7,5%. Компания понизила верхнюю границу целевого показателя прибыли на 2016 год, отметив, что снижение годовой выручки, вероятно, будет более существенным, чем ожидалось. Согласно новому прогнозу Honeywell, ее прибыль без учета разовых факторов в этом году составит $6,60 или $6,64 на акцию. Предыдущий прогноз предполагал $6,60 или $6,70 на акцию. Выручка снизится на 1,2% по сравнению с 2015 годом. Предыдущий прогноз снижения на 1%. Продажи в магазинах Gap, открытых более года назад, в сентябре снизились на 3% из-за пожара на оптовой базе ритейлера в Нью-Йорке. Несмотря на это, сеть магазинов одежды заявила, что показатель маржи прибыли в сентябре был существенно выше ожиданий.